Здравствуйте! Вы смотрите выпуск StopFakeNews. Мы рассказываем о манипуляциях и пропаганде в масс-медиа и опровергаем неправдивую информацию о событиях в Украине. Меня зовут Марго Гонтар. Самая громкая новость прошлой недели – это, конечно же, новый второй отчет Международной следственной группы по делу сбитого Боинга два года назад на востоке Украины. Что же нового прозвучало в отчете? На этот раз следователи уверены, что зенитно-ракетный комплекс БУК был привезен из Российской Федерации, а в ночь после запуска ракеты был взращен обратно в Россию. Выводы о маршруте БУКа были сделаны на основании показаний очевидцев, доступных фотографий и видеозаписей, фиксировавших его передвижение. Указано и точное место запуска – поле между Перу-Амайском и Снежным. И это совпадает с основной версией журналистов группы проекта Беллингкэт. Виновные лица не были названы, но следствие продолжается, и следователи ищут новых свидетелей, способных распознать голоса из обнародованных записей телефонных разговоров. Также известно, что расследование продолжится до 2018 года для остановления конкретных виновных лиц. А еще что заявления Минобороны России оказались ложью. Реакция российских властей и СМИ ожидаемая – отрицать все предоставленные факты. Так, представитель МИДа Российской Федерации Мария Захарова сразу же обвинила авторов подсчета в предвзятости и попытке повесить вину на Россию. Также обвинила Украину в фальсификации предоставленных следствию данных, но не уточнила, откуда у нее такая информация. Далее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел доказательств и отказался комментировать данные о том, что Бук приехал из России. А российская Минобороны, продолжая линию, считает, что данных из интернета и спецслужб Украины недостаточно. К слову, в отчете также упоминаются данные российских радаров, однако их, судя по всему, в министерстве не посчитали доказательствами. Отдельно отметим, что Минобороны России само доказала фейковость собственных заявлений по Боингу. Так, два года назад они заявляли, что возле Боинга был зафиксирован украинский самолет. Однако, в их новой версии оказалось, что возле Боинга не было вообще никаких самолетов или каких-либо других объектов. Таким образом, само Минобороны России подтвердило расследование Беллинкет. Российской стороне явно понятна причина публикации отчета. Это событие в Сирии и месть США России. Так считает зампредкомитета по международным делам в Госдуме Леонид Калашников. Он убежден, что это диверсия и, как он это называет, ерунда. Российские инженеры из Алмаз-Антей продолжают настаивать, что ракета прилетела со стороны поселка Зарощенское. Это 20 километров на запад от места, указанного в нидерландском отчете. И также утверждают, что следователи специально не учли часть данных, чтобы уложиться в свою версию. Советник главного конструктора концерна Михаил Малышевский вообще допускает, что ракета могла быть выпущена случайно из-за слабой подготовки экипажа, неправильных исходных данных или загруженной вместо учебной боевой ракеты. Ряд российских СМИ во время освещения темы за основу использовали официальные позиции властей, например, Украина.Ру, Спутник, Раштудэр, НТВ, Звезда и другие. Некоторые посвятили теме сбитого Боинга отдельной статьи. Так, для англоязычного издания Russia Today доказательства выглядят неубедительно и недостаточно. LifeNews решили и просто напомнить еще, в каких странах тоже есть буки, назвав Грузию, Египет и Финляндию. А материал Ленты.Ру сводится к распространенному методу российской пропаганды. Убеждать, что миру вряд ли придется узнать правду о причинах катастрофы Боинга, поскольку дело носит политический характер. В этом же уверен и главный редактор кремлевского сайта Украина.Ру. Несмотря на незавершенность следствия, утверждает, что катастрофа Боинга никогда не будет разъяснена. Таким образом, он считает, что США и Евросоюз пытаются наказать Россию, не согласную с якобы однополярностью мира. Российские СМИ все не устают искать доказательства того, что другие страны признают аннексию Крыма. Так, в этот раз признать Крым российским якобы планирует Каталония. Об этом сообщили Украина.Ру, Реа Новости, ТРК «Звезда», Лайф.Ру и также про кремлевские СМИ на испанском и английском языках, «Спутник Интернешнл», «Хиспан ТВ» и даже греческое издание «Эль Кратес». Впрочем, есть детали. В тексте сообщений некоторых изданий добавляется, что это будет возможно только после провозглашения независимости Каталонии. Откуда вообще эта история? СМИ ссылаются на российскую газету «Известия», а та, в свою очередь, цитирует Хосе Энрика Фолька, представителя партии «Солидарность Каталонии за независимость». А вот о чем СМИ умалчивают, так это о том, что эта партия даже не представлена в парламенте Каталонии, поэтому вряд ли уполномочий наговорить о ее планах. К тому же на официальных страницах партии нет никаких обещаний о признании Крыма, как и не удалось найти, чтобы испанские или каталонские известные СМИ цитировали Хосе Фолька. Российские СМИ не раз запускали новости о том, что украинские области якобы требуют федеративных отношений с Киевом. В этот раз якобы требуют депутаты Полтавского областного совета, по словам Раштудены Русском. В новости говорится о том, что депутаты обратились к президенту Украины и премьер-министру с призывом поддержать заключение договоров о разделении полномочий между правительством и региональными областными госадминистрациями. И тут важно, что вот этот договор о разделении полномочий российские СМИ столковали как процесс федерализации. Давайте разберемся. Во-первых, в обращении к центральным властям от представителя фракции Батькивщина Андрея Симонова не говорится о федерализации. Во-вторых, обращение было рассмотрено еще в июне. Можно найти видео с этого пленарного заседания. А еще есть официальное заявление председателя Полтавского облсовета Александра Беленькова на сайте областного совета. И вот в нем говорится о том, что информация, которая распространяется российскими СМИ, это манипуляция, перекручивание фактов и наглая ложь. Также председатель областной рады пишет, что документ был направлен в центральные органы власти, где было предоставлено разъяснение, что предложение инициаторов обращения противоречит действующему законодательству. То есть обращение не имеет никаких правовых последствий. К слову, в связи со распространением подобных фейковых новостей, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко заявила, что партия единодушно выступает против федерализации. Об этом пишется на странице Полтавской областной партийной организации Батькивщина. Это был выпуск StopFakeNews. Мы продолжаем наблюдать за работой пропагандистов и ловить их на лжи и манипуляциях. Если увидели что-то подозрительное, присылайте нам на почту или через форму сообщить о фейке на проверку. Больше опровержений считайте на нашем сайте stopfake.org. Комментируйте, ставьте лайки, делитесь этим выпуском на своих страницах в соцсетях. Увидимся через неделю. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok